21 ноября в подвале дома на Игнатьевском шоссе можно было заниматься греблей. Если не веслами, то уж точно сапогами. В октябре здесь лопнули трубы. УКА их починила. А вот откачать отходы, что заполонили подвал, не сподобилось. Из него пошла плесень. Откачать воду и обработать помещение хлоркой коммунальщики согласились после вмешательства журналистов. И обещание выполнили. Но не на все сто. Плесень на стенах подвала осталась где была. Это все отражается на здоровье. Мы этим дышим спорами плесени. Это все проникает. И нам придется ремонт опять же делать. Мы ждем от управляющей компании, что, во-первых, они дадут нам официальный ответ на нашу жалобу, на наше письмо. Во-вторых, мы ждем ремонта канализации в подвале. Конечно же, чтобы они убрали плесень. А для этого нужно полностью сделать ремонт в подвале. Отремонтируют ли подвал, УКА пояснять не стало. Собственники уточнить этот вопрос так и не смогли. Мы дозвонились до главного инженера фирмы. Он заверил, помещение обработают медным купоросом, а связи между подвалом и зеленью в квартирах нет. В десятиэтажке на строителей с начала прошлой недели тоже борются с последствиями большой воды. Она здесь лилась с четвертого по первые этажи. Не все квартиры новостройки заселены. Собственники их сушат до сих пор. Виновником происшествия соседи УКА считают хозяина квартиры на пятом этаже. После установки им труп и случился потоп. Но возместить пострадавшим ущерб он согласился только через суд. Экспертизы ждут все. Жительница холодной квартиры в доме Нечайковского три раза за минувшую неделю привечала гостей. После жалоб пенсионерки на холодные батареи коммунальщики замеряли температуру воздуха. Неделю назад она была 17 градусов. Теперь на три теплее. Почему – не ясно. Работники УКА для отладки систем ничего не предприняли. Но дело контролируют. У нас стало потеплее. Батареи стали горячее. И заметно горячее. Ну, холод идет немножко через окна. Вроде они у нас утепленные. Но будем что-то еще придумывать, чтобы уже никого не беспокоить особенно. Наталья Бернацкая, Оксана Коростеленко, Денис Лугов. Программа «Город».